Аркадий и Борис Стругацкие. Пикник на обочине. Эпиграф. Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать. Роберт Пен Уоррен. Из интервью, которое специальный корреспондент Харнского радио взял у доктора Валентина Пильмана по случаю присуждения последнему Нобелевской премии по физике за 1900 год. Вероятно, вашим первым серьезным открытием, доктор Пильман, следует считать так называемый радиант Пильмана. Полагаю, что нет. Радиант Пильмана — это не первое, не серьезное и, собственно, не открытие. И не совсем мое. Вы, вероятно, шутите, доктор. Радиант Пильмана — понятие, известное всякому школьнику. Это меня не удивляет. Радиант Пильмана и был открыт впервые именно школьником. К сожалению, я не помню, как его звали. Посмотрите, у Стетсона в его истории посещения там все подробно рассказано. Открыл радиант впервые школьник. Опубликовал координаты впервые студент. А назвали радиант почему-то моим именем. Да, с открытиями происходят иногда удивительные вещи. Не могли бы вы объяснить нашим слушателям, доктор Пильман? Послушайте, земляк, радиант Пильмана — это совсем простая штука. Представьте себе, что вы раскрутили большой глобус и принялись палить в него из революера. Дырки на глобусе лягут на некую плавную кривую. Вся суть того, что вы называете моим первым серьезным открытием, заключается в простом факте. Все шесть зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по земле шесть выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии земля Денеп. Денеп — это альфа-созвездие Лебедя, а точка на небесном своде, из которой, так сказать, стреляли, и называется радиантом Пильмана. Благодарю вас, доктор. Дорогие хармонцы, наконец-то нам толком объяснили, что такое радиант Пильмана. Кстати, позавчера исполнилось ровно тринадцать лет со дня посещения. Доктор Пильман, может быть, вы скажете своим землякам несколько слов по этому поводу? Что именно их интересует? Имейте в виду, в Хармонте меня тогда не было. Тем более интересно узнать, что вы подумали, когда ваш родной город оказался объектом нашествия инопланетной сверхцивилизации. Честно говоря, прежде всего я подумал, что это утка. Трудно было себе представить, что в нашем старом маленьком Хармонте может случиться что-нибудь подобное. Восточная Сибирь, Уганда, Южная Атлантика — это еще куда ни шло. Но Хармонт... Однако, в конце концов, вам пришлось поверить. В конце концов, да. И что же? Мне вдруг пришло в голову, что Хармонт и остальные пять зон посещения, — впрочем, виноват тогда было известно только четыре, — что все они ложатся на очень гладкую кривую. Я сосчитал координаты радианта и послал их в Нейчур. И вас нисколько не взволновала судьба родного города? Видите ли, в то время я уже верил в посещение, но я никак не мог заставить себя поверить паническим корреспонденциям о горящих кварталах, о чудовищах, избирательно пожирающих стариков и детей, и о кровопролитных боях между неуязвимыми пришельцами и в высшей степени уязвимыми, но неизменно доблестными королевскими танковыми частями? — Вы были правы. — Помнится, наш брат-информатор тогда много напутал. Однако вернемся к науке. — Открытие радианта Пильмана было первым, но, вероятно, не последним вашим вкладом в знания о посещении. — Первым и последним. — Но вы, без сомнения, внимательно следили все это время за ходом международных исследований в зонах посещения? — Да. — Время от времени я листаю доклады. — Вы имеете в виду доклады Международного института внеземных культур? — Да. — И что же, по-вашему, является самым важным открытием за все эти 13 лет? — Сам факт посещения. — Простите? — Сам факт посещения является наиболее важным открытием не только из-за истекшие 13 лет, но и за все время существования человечества. Не так уж важно, кто были эти пришельцы. Не важно, откуда они прибыли, зачем прибыли, почему так недолго пробыли и куда девались потом. Важно то, что теперь человечество твердо знает, оно не одиноко во Вселенной. Боюсь, что институту внеземных культур уже никогда больше не повезет сделать более фундаментальное открытие. — Это страшно интересно, доктор Пильман, но я, собственно, имел в виду открытие технологического порядка, открытие, которое могла бы использовать наша земная наука и техника, ведь целый ряд очень видных ученых полагает, что находки в зонах посещения способны изменить весь ход нашей истории. — Ну, я не принадлежу к сторонникам этой точки зрения, а что касается конкретных находок, то я не специалист. — Однако вы уже два года являетесь консультантом комиссии ООН по проблемам посещения. — Да, но я не имею никакого отношения к изучению внеземных культур. — В КОП-ПРОПО я вместе со своими коллегами представляю международную научную общественность, когда заходит речь о контроле за выполнением решения ООН относительно интернационализации зон посещения. Грубо говоря, мы следим, чтобы инопланетными чудесами, добытыми в зонах, распоряжался только Международный институт. — А разве на эти чудеса посягает еще кто-нибудь? — Да. — Вы, вероятно, имеете в виду сталкеров. — Я не знаю, что это такое. — Так у нас в Хармонте называют отчаянных парней, которые на свой страх и риск проникают в зону и тащат оттуда все, что им удается найти. Это настоящая новая профессия. — Понимаю. — Нет, это вне нашей компетенции. — Еще бы. Этим занимается полиция. Но было бы интересно узнать, что именно входит в вашу компетенцию, доктор Пиллман. — Имеет место постоянная утечка материалов из зон посещения в руки безответственных лиц и организаций. — Мы занимаемся результатами этой утечки. — Нельзя ли чуточку поконкретней, доктор? — Давайте лучше поговорим об искусстве. Неужели слушателей не интересует мое мнение о несравненной Гваде Мюллер? — О, разумеется. Но я хотел бы сначала покончить с наукой. Вас, как ученого, не тянет самому заняться инопланетными чудесами. — Как вам сказать? — Пожалуй. — Значит, можно надеяться, что хармонцы в один прекрасный день увидят своего знаменитого земляка на улицах родного города? — Не исключено. — Какой тита на улицах родного 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 родным родного родного рода? — магниты не терпись за ⅓ bloody мет scaling. — Аната satellites такая очка. — Аната specialists, дуалки дети, мы в предухом Aut закрытики, мы в том, в том, а значит, что даже напряжено или что-то не потерпnight. — Аната целе стапляет.